Всем привет! Сегодня готовим очень вкусное печенье на йогурте. Просто объедение получается рассыпчатое, сладкое, тает во рту. Ну что, давайте приступать. Подготавливаем все необходимые продукты и приступаем. Подробное описание, как обычно, внизу в инфобоксе. Берем удобную емкость, туда отправляем 2 яйца, яйца комнатной температуры, да и все продукты для рецепта нужно брать одной температуры. Добавляем сюда сахар и венчиком перебиваем до пышности. Затем сюда постепенно начинаем вводить йогурт. У меня йогурт вместе с джемом. Можно использовать просто классический вариант без добавок. Постепенно вводим и перемешиваем все тем же самым венчиком, чтобы получалась однородная консистенция. Соду гасим соком лимона и отправляем в емкость к массе. Также сюда отправляем растительное масло и постепенно вводим просеянную муку. Замешиваем однородное тесто. Вымешиваем вначале венчиком, либо же просто ложкой, а затем переходим на ручной замес теста. В результате мы должны получить вот такое приятное на ощупь тесто, которое практически не липнет к рукам. Но слишком сильно забивать его мукой не нужно. Разделяем тесто пополам и одну часть раскатываем в тонкий пласт. Затем берем удобную емкость, у меня это обычный стакан, и вырезаем круги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно выпекать печенье. В форме тех же самых кружков, которые мы уже вырезали. А можно придать любую форму. У меня сегодня вот такие бантики будут получаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отправляем все в духовку, прогретую до температуры 220 градусов, и готовим печенье примерно 30 минут. Вот и все. Вот такое замечательное печенье на йогурте у нас получается. Оно очень вкусное, рассыпчатое, но просто тает во рту. Я желаю вам всем приятного аппетита. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Всем пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА